Будешь кушать? Не хочет даже кушать, потому что, я не знаю, может быть, даже и коту здесь очень тяжело находиться. Уже четыре дня в этой квартире кот за главного. Марина с мужем и маленькой дочкой переехали к родителям, когда воня с подвала, по ощущениям девушки, впиталась в одежду и мебель. Запах, от которого болит голова, от которого тошнит, здесь жить, в принципе, стало невозможно. Мы вчера пробовали здесь переночевать с ребенком, после садика я ее забрала. Она сказала, что мама меня тошнит. Во выражении есть такое плохое, вот как кошка сдохла, говорят. Запах разлагающихся, неживых животных, трупный. Животные в подвале действительно были. Не дождавшись реакции коммунальщика, в подвал спустился муж Марины и вынес шесть кошачьих тел, по всей видимости, отравленных едой. Это окно, главный пункт приема пищи. Под ним упаковки куфира, целлофан от еды. А вот следующая комната, так скажем, более домашняя. Здесь чашки под воду, сухой корм, бутерброд. В общем, созданы все условия для того, чтобы появлялись новые поколения. Малышам пару недель их, мама и, возможно, папа рядом. Но желающие их отравить могут вернуться, когда увидят новую партию подросших кошек. Управляющие компании нам пояснили, что такого в доме раньше не было. И подобные вопросы решали мирно. Это человеческий фактор. Человеческий. Да. И, ну, вот как можно бабушкам, дедушкам там или женщинам, которые любят животных, ну, кормят они, они ухаживают, убирают. Когда не получается, есть обращение, мы чистим подвалы. Вот. Ну, поэтому здесь перегибать палку никак нельзя. По словам директора, меры для устранения трупной вони приняли сразу после обращения. Сегодня специалист должен был обработать подвал. Правда, теперь Марина переживает не только о том, когда ее семья вернется домой, но и о будущем новорожденных котят. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости.